Мне не было тогда чувства страха, вообще никого не боялась. Если по-честному, мне кажется, что у любого человека есть скелеты в шкафу. Ребята, это образ, на самом деле я монашка. Ты хотела замуж? Донор Бека нет. Мы оба страшно ревнивые. Оказывается, я как раз заметила в себе, что у меня есть древность, хотя раньше такого у меня не было. Ну, кстати, девочки, я читаю сообщение. Ужас просто, я очень в шоке. Декольте нельзя? Да. Облегающее нельзя? Нет. Короткое нельзя? Нет. Все, уже замуж вышла, можно ничего не делать. Норбет мне сказала, ты по-любому возьмешь мою фамилию. Я такая, в смысле нет? У меня фамилия моя, столько денег приносит. Слушай, я теперь поняла, что поменялось в твоей жизни. Вот это реально работает. Ну, то есть девочки пишут, а Жанна, как мне справиться, что мне делать? То есть я подсела жестко. Мне нечего сказать, честно. Я хотела с тобой записать интервью после того, как я с тобой, знаешь, немного познакомлюсь. И благодаря Chivas Brothers мы вместе съездили в Шотландию, я познакомилась с тобой, с Норбеком. Он, кстати, присутствует тоже сегодня у нас в студии. Я вообще-то хотела с ними двоими записать интервью, но он пока не готов. Я честно признаюсь тебе, я увидела тебя с совершенно другой стороны. И первое, что меня удивило, что ты не пьешь сейчас алкоголь. Это так круто. Ну да. Полгода примерно. Это было твое решение или Норбек на тебя так повлиял? Ну не знаю, просто как-то вместе, наверное, пришли к этому, что ну ничего хорошего от этого нету. И как бы мы наслаждаемся друг другом, то есть нам не нужно ходить куда-то в клубы, видеться с друзьями, да. То есть мы вместе трезвая любовь. Все прекрасно. Поэтому мы решили, что как бы смысла пить нет. Но это не значит, что я говорю, что мы больше пить не путем. Потому что бывает же такое, скажешь в интервью, а потом увидят где-то тебя и скажут, а там наврала. Не знаю, что будет дальше, но пока нам так хорошо. А что это, аскеза или просто вот какое-то решение вы приняли вдвоем и все? Нет, не аскеза. Ну как-то так получилось. Ну просто никакой, без всяких аскез. Ну мы ходили, мы гуляли, мы ходили там в клубы, в караоке. Ну просто вот так начинаешь на утро просыпаться и понимаешь, ну какой плюс? Никакого плюса там, да? Я просто сама тоже не пью же, но у меня аскеза. Я там целую родовую программу свою меняю, поэтому я тоже вижу от этого очень много плюсов, потому что реально, вот я три года не пью, ты просто все время в ресурсе. То есть ты просыпаешься, ты не теряешь ни одного дня своей жизни, ты уходишь с любого мероприятия трезвый, ты приходишь трезвый, да. То есть учитывая наш образ жизни, где у нас очень много светских мероприятий, каких-то презентаций, где наливают шандон, какой-нибудь там водово-клюко. То есть отказаться легко, когда ты принял для себя решение. Но вот я смотрела твои предыдущие интервью, где ты говорила о том, что у тебя был период, когда ты просто могла каждый день пить алкоголь. Да-да-да, это было, да. У меня были периоды, когда я пыталась бросить прям насильно. Вот типа месяц, Айжана, все не пей. Но когда вот насильно себя заставляешь, не получаешь. Через месяц все. Мне уже даже друзья, Айжана, лучше пей. Потому что когда, говорят, первые полгода самые сложные, когда ты бросаешь пить, потому что у тебя начинается депрессия, ты не хочешь никого видеть, да, и люди вокруг такие лучше, лучше пей. То есть тебе не кажется, что вот по-настоящему счастливые люди, потому что, ну, пьют обычно когда, да, когда горе, когда у тебя одиноко, когда у тебя какие-то проблемы, да, когда человек хочет расслабиться и просто забыть про то, что происходит в его реальной жизни, вот здесь сейчас. Можно сказать, что тот период жизни, который был, ну, скажем, условно до Нурбека, да, что ты себя чувствовала просто как-то, может быть, дискомфортно. Одинокро? Нурбек тоже самое недавно говорил. Типа, скорее всего, ты пила, потому что ты себя чувствовала одинокой, появился я, твоя любовь, и вот ты, типа, уже не так. Не, ну, может быть, просто ты запивала какие-то вещи? Я не знаю, я не могу так думать, что я прям себя чувствовала одинокой, потому что я такой непонятный человек, я вроде и люблю одиночество, вроде и не люблю одиночество, и алкоголь, это скорее, у меня было так, что я не могла с людьми общаться без этого, то есть тебе начинает что-то не нравится в человеке, ты начинаешь в нем копаться, когда ты под алкоголем, тебе просто нравятся все, возможно, из-за этого, я не знаю. Может быть, окружение еще? Окружение у меня, наоборот, пило меньше, чем я. Типа, я была топ алкоголичек, скажем так, в то время. Ну, с Нурбеком мы познакомились, кстати, в тусовке? Да, мы познакомились в караоке, как раз таки, вот. И мы, когда мы же дружили первое время, то есть буквально, примерно полгода, мы ходили вместе там в клубы, мы чаще… То есть это был просто какой-то общий круг, да? Да. А вот уже перед свадьбой, то есть у нас уже началось, что мы сидим дома, мы лишний раз избегаем там с кем-то видеться, и уже началось сокращаться все это. То есть, а в итоге просто мы поняли, да блин, зачем нам это надо? Мы можем там гулять вдвоем, можем дома лежать, кино смотрим, то есть… Вот для меня, поэтому это было так неожиданно, когда мы поехали в Шотландию, у нас так интересно, мы поехали в Шотландию на виски-тур… Да-да-да. Из нашей группы три человека не пьют, когда там крутая дегустация виски, да, когда мы там все мешали, и мы просто абсолютно спокойно, ровно все это понюхали, никто из нас там даже каплю, да, не выпил, и спокойненько оттуда уехали. И для меня было неожиданно, что Нурбек не пьет, ты не пьешь, и вот такая трезвая, спокойная пара, даже Санжар Мади выглядела своей супругой прям хулиганами. В этой поездке, так сказать. Ну, и у Нурбека просто нету таких зависимостей, например, я знаю, что я зависима, то есть я как бы от курения и так далее, да, и там алкоголь, я знаю, я уже там признала, что у меня есть зависимость, но у него их нету, то есть где-то, возможно, да, я там подстраиваюсь под него и вижу, что там ему некомфортно, да, и как-то к этому пошли. Подстраиваешься? Подстраиваюсь, да. Сейчас все феминистки такие, ты че, блин? Все-таки любовь, она меняет человека? Ну да, кстати, да. То есть для тебя очень ценно его мнение? Да, что мой муж, так же, как и для него ценно мое мнение. Ну вот когда ты встретила Нурбека, сначала вы дружили, затем через полгода ваша дружба переросла в любовь, ну уже в такие серьезные отношения, но Нурбек-то встретил еще ту, Айжан Байзаку, или ты уже была в переходном периоде? Нет, он встретил как раз у меня, у меня был период, когда я рассталась с отцом ребенка, и я такая, все, то есть там вообще был период, когда я каждый день опять же начала гулять, хотя я пыталась поменьше это делать, я опять гуляла, он когда в коройке меня увидел, то есть мнение у него было так сильно, он сказал, типа, капец, девчонки гуляют, а мы как раз с девчонками там были. И все, то есть мы дружили, ну что классно, когда отношения начинаются с дружбы, что вы перед другом не строите каких-то идеальных, то есть он знал все мои минусы, да, он о себе рассказывал. Знал тебя настоящую? Да, настоящую, то есть мне не нужно было перед ним, типа, красоваться или рассказывать какие-то небылицы, все знал как есть, и я о нем знала как есть, и поэтому, то есть когда мы уже, зная друг друга минусы, мы поняли, а, ну мы готовы жить с этими минусами друг друга. И с этими минусами, наверное, работать тоже. Да, да, и, конечно же, это работа, то есть до свадьбы были такие отношения немножко, не скажу тяжелые, но были немножко непонятки, да, там где-то, но мы над ними работали, там, у меня есть свой характер, у Нурбека свой характер, мы оба, мы оба по сути похожи, там, мы не хотим уступать, да, но Нурбек все равно болит в этом плане мягче, потом я начинаю понимать, что, блин, мне надо тоже уступить и так далее. То есть много над чем работали, что после свадьбы уже тут и тут нам стало легче, у нас, то есть скандалов там вообще, в принципе, не было там после свадьбы, потому что все, мы друг друга знаем, что уже. Ты хотела замуж? До Нурбека нет, я даже с подружками обсуждала, вот когда у меня уже начали к нему чувство просыпаться, и мы с девочками были на девичнике, на девичнике, да, я говорю, представляете, девочки, я в первый раз хочу замуж, то есть до этого у меня вот было такое замуж, это что-то страшное, нужно этого избегать, свободные отношения, круто. Я говорю, вот впервые чувствую, что я хочу одеть платье, я хочу прямо, хотя еще раньше я говорила, что не хочу свадьбу, вот это то, я говорю, я прям хочу то, и хочу платье, хочу вот это все по традициям, вот хочу, они такие в шоке, нифига себе. Представляете, впервые я это ощущаю, что это хочу. Все-таки это зависит от мужчины, да? Ну да, потому что, ну, в нем я увидела где-то, наверное, себя в мужском образе, это вот, это я просто, это просто я, даже на многие говорят, вы как брат и сестра, вы внешне даже похожи, вот, и какую-то опору, что вот можно на этого человека надеяться и быть спокойной. То есть сейчас ты, можно сказать, расслабилась? Да, слишком расслабилась, слишком расслабилась настолько, что там уже даже ухаживать за собой перестала. Раньше, если было, типа, Айжана с утра макияж, там, выходить в строю, да? А сейчас, ну, все, уже замуж вышла, можно ничего не делать. Можно сказать, что тот образ, который создала Айжан Байзакова, да, в самом начале, да, своего пути, потому что я помню, что ты снималась в фильме, кстати, у Азамата, да, Сатабалга? Да, да, да. Я помню этот фильм. Ты начинала свою деятельность как актриса, да? Я видела твои кинопробы, ты недавно публиковала, да? Затем такое ощущение, что ты просто поняла, что, ну, как бы, хайп — это немножечко такой другой, более быстрый, да, способ, скажем, там, получить популярность, да, и, может быть, тем более ты в этом деле пионер, да, первооткрыватель. В социальных сетях все всегда все равно стараются быть хорошими, правильными, как раз-таки никто, там, не курит, не пьет, ведет очень такой, так сказать, и на батэ, и балэ, да? Ты выходишь на сцену и, как бы, показываешь вообще полную, полную противоположность, ты показываешь на самом деле какую-то определенную часть аудитории женской, да, которая на самом деле ведет такой образ жизни, да, то есть она тусуется, то есть это молодежь, которая тусуется, пьет, курит, да, там, может быть, совершает какие-то более дерзкие, да, я не знаю, там, поступки, да, и ты была в этом смысле первая. Вот ты этот образ создавала интуитивно, специально, или же это вот просто как-то вот органически происходило? Многие думают, что это образ, ну, то есть, конечно, мне легче было бы сказать, типа, ребята, это образ, на самом деле я монашка, нет, это часть моей жизни, то есть, вот я всегда с ним говорю, вот этот хайп я не устраиваю, это моя жизнь. Период Айжанны, когда она, ну, по сути, можно сказать, да, там, была одинока где-то в душе, да, и начинала пить, гулять, тусовки и так далее, потом период, когда Алана родила, это все, это же не спланировано, это моя жизнь, и, видимо, у меня самой жизнь такая интересная, что мне не нужно ничего придумать, а просто это снимать, и все. И, по сути, я пришла к тому, что это не образ, это просто Айжанна, какой-то период своей жизни, и у меня вот так вот всегда все меняется. То есть, и поэтому даже мне многие спрашивают, а почему у тебя статистика до сих пор держится, ты же не снимаешь, там, каждый день видео и так далее. Я говорю, потому что люди чего-то ждут. Да, потому что все знают, сейчас у Айжанны что-то будет, то она родила, то она вдруг замуж вышла, я говорю, замуж не выйду, то еще, то с тюрьмы вышла, там, ну, то есть, вот так, это моя жизнь просто, я освещаю свою жизнь, и она такая. Даже если бы не было Инстаграма, у меня подруга говорит, Айжанна, мне, говорит, сериалы смотреть не надо, просто вечером тебе звони, спрашивай, что случилось, и все. Если по-честному, мне кажется, что у любого человека есть скелеты в шкафу, и у любого человека была бурная, насыщенная молодость. Ну, я не знаю, вот просто все, кто смотрит сейчас, вспомните себя в 18, 19, 20 лет, да, какие ошибки вы совершали. Ну, вот тебе сейчас 30 есть? Нет, 28. 28. 28, да. Он рассказывает, сколько мне лет. Ну, вот если сейчас оглянуться назад, вот ты бы какие-то фрагменты убрала бы из своей жизни? Нет. Не один? Ну, никогда, я вообще никогда ни о чем не жалею. Многие там, ну, могут говорить, типа, блин, вот ты же замуж вышла, ну, там, тебе не стыдно, там какие-то видео, я говорю, нет, это, ну, это мое прошлое. Я, во-первых, от этого не избавлюсь никуда, во-вторых, ну, от этого я получала какой-то опыт, да, то есть я, пройдя тусовочную жизнь, знаю, что, какие могут быть опасности, я знаю, ну, то есть я много чего, в принципе, знаю, да, вот, и то есть я бы ничего не удаляла. Даже 2017 год? 2017 что-то было? Ну, как раз СИЗО. СИЗО? Нет. У меня, до СИЗО мне было 300 тысяч подписчиков, после СИЗО миллион. И Нурбек, кстати, меня узнал, кстати, благодаря СИЗО, он сказал, что за сумасшедшая вообще женщина, типа, она нормальная или нет? Типа, и в итоге я выжила. Жак, я сейчас не могу у Нурбека спросить, что он тогда подумал. Ну, он, как я и сказал, типа, больная женщина, типа. Но это был опыт, это был опыт для тебя. Да, для меня, ну, как бы. Но было страшно, по-настоящему? На тот момент я вообще была бесстрашная, то есть тогда еще Аланчика не было, да, мне вообще было все равно, потому что на тот момент мне много угрожали. У нас во дворе мама, там, говорит, ходили эти бородачи, убьем, не убьем, позорит казашка. У меня тогда вообще не... Вот сейчас бы меня это начало пугать. Я говорю, что хотят, пусть то и делают. Типа, мне вообще все равно. И даже, когда меня закрывали, мне сказали, это для безопасности твоей, потому что, ну, тебя хотят там убить, сжечь вместе с клубом. У меня не было тогда чувства страха вообще, никого не боялась. Ничего, сколько угроз было. Это сейчас, после появления Алана, я уже такая думаю, что сказать, с кем конфликтовать, не конфликтовать, и уже себя стопую, потому что есть ребенок. То есть, когда появляется ребенок, когда появляется муж, появляется, наверное, ответственность не только за свою жизнь, но за других. Да, потому что я думаю, ну, сейчас я умру, меня убьют, а ребенок, что он будет делать? Или мой муж лучше меня не найдет? Чем будет бедный один? На рынке больше нет. Все. Таких, как Айжам Байзин. Веселый. Расскажи мне про, ну, мы же все-таки казахи, расскажи мне про своих свекра и свекровку. Начну хвалить. Они очень классные. То есть, ну... Как они тебя приняли? Ну, в начале, конечно... Для отца Нурбека это был, конечно, шок. Ну, типа... Слушай, ну, если честно, для любой казахстанской семьи был бы шок. Да, потому что я бы тоже, ну, я бы не обиделась, я даже не обиделась бы на это. Ну, типа, абсолютно нормально. Все хотят... Ну, шок такой, знаешь, типа, у нас будет дома Айжам Байзакова. Да? Что? Ты нарядишь? Мы ее будем каждый день на кухне видеть. Она будет наливать кельн чай. Да, да, да. У них был шок. Ну, папа, ну, так, но мама, как бы, заступалась, как... Если любят, пусть будут. Когда мы поехали на первое знакомство в Устанет, типа, вообще классно приняли. И папа, и мама, они вообще... Ну, потому что они увидели вот такую Айжам Байзакова. Да, я пришла там... Какой-то образ, извини меня, создала. Ну, да, потому что многие же видят... Ну, инстаграм видят и думают, сейчас придет, пепельницу кинет, начнет материться, там, и так далее. И как бы в течение, вот, сколько уже, после свадьбы, года, да, ну, то есть они видят мое отношение к ним. То есть у меня нет, там, хабального отношения, там, всегда, если нужно помочь, помогу, всегда, любые праздники, да, там. Они знают, что я искренне их люблю. Я не буду за их спиной, типа, им улыбаться, но за спиной их обсирать, да, как говорится. Вот, поэтому они видят это отношение, и... Ну, для них, я думаю, самое главное, что ты искренне любишь их сына. Да, вот, они говорят, главное, что с Нурбеком вы любите друг друга, все остальное, то есть неважно. Вот, я не видел. Было страшно, когда ехала в Астану? Да. Тревожно было? Ужасно страшно было. Я даже там сидела, не знала, что делать, ноги без конца... Я когда нет, еще ноги чешу, переживала, не знала, куда глаза деть, улыбаться, не улыбаться, как вообще себя вести. Ну, слава богу, папа у Нурбека такой веселый, общительный, как-то все сгладил, и все прошло вообще суперски. Вот, я им благодарна, потому что они еще не такие, типа, как бывает же, казахпайские наши, там, ты должна вставать, там, убираться, или там, это, должна... Судра подметать двор? Вообще такого нет. То есть мне повезло. А что твоя мама сказала? Какой она дала совет? Моя мама, она, это, как их, как называют таких, когда мужчин ставят выше, чем женщин, я не знаю. А вот для нее всегда, вот, типа, все, Нурбеку готовь, там, Нурбек прав, всегда Нурбек прав, для нее так. Она же еще шумкента, типа, ты должна, тебе не стыдно, ты что, спишь до обеда, ужас? Она, потому что очень сильно Нурбека любит. Получается у тебя с килинской жизнью? Ну, вначале я как бы готовила, ну, что классно, опять же, Нурбек тоже меня не заставляет готовить, потому что сейчас, сейчас актуально стало, все начали называть его абьюзером, тираном и так далее. Эти два дня, это прям актуальная тема. Но у Нурбека нет такого, иди готовь мне, я хочу кушать, то есть мы там, вначале заказывали еду, потом мне стало интересно, я на кухне постояла, но сейчас пока этот, что-то мне стало лень. Как изменилась твоя жизнь, скажем, до замужества и после замужества? Думаю, кардинально прям, очень сильно изменилась, и как бы я внутри себя изменилась, я поняла, что нужно уступать, оказывается, где-то нужно, блин, промолчать. Я еще такой человек, я не умею извиняться. И как ты это делаешь? Я вспомнила, что этого человека люблю. Вовремя самое главное. Да, 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 ты же любишь этого человека, так, нужно заткнуться, потому что, ну, как бы, я вообще не люблю извиняться, не люблю, я такой психотип, да, человека, что я всегда, должна быть права. Даже если я не права, я очень красиво выйду так, что я права. Ну, это семейные отношения, это работа, и ты понимаешь, что себя где-то нужно осадить, какая бы ты ни была сильная, какая бы ты ни была там. Можно сказать, что ты научилась дипломатично разговаривать? Ну, да, да, это реально, у Нурбека нужно спрашивать, а то подумаем, сейчас Альжана там обманывает. Ну, я думаю, да. Мне кажется, что ты стала больше, я не знаю, видишь, я тебя не знаю до, да, то есть я не знала тебя лично, но у меня ощущение, что ты стала больше улыбаться, ты стала более позитивной, такой какой-то, мне кажется, доброй, что ли. Ну, я добрая всегда была, добрая всегда была, ну, в плане, если ко мне хорошо относятся люди, я всегда, даже когда раньше была мега-тусовщица, я всегда тоже по-доброму относилась. Все, кто знает меня в жизни, знают, что я, ну, никогда не буду там кому-то под ножки делать, свою выгоду, да. В этом плане, типа, какая была, так и осталась, поэтому Нурбек и меня полюбил, потому что, когда мы дружили, он видел, что, как бы, как человек, я хороший человек. Может, где-то иногда бывает, перегибает. Изменился больше образ жизни, скажем так, да, то, что, ну, там, меньше тусовок, мы оба страшно ревнивые, оказывается. Я, кстати, заметила в себе, что у меня есть ревность, хотя раньше такого у меня не было. Мы друг друга ревнуем, поэтому мы не даем друг другу ни с кем общаться. Он мне с мальчиками. То есть он никуда не ходит, ты идешь из закрытого образа жизни. Да, 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 он мне с мальчиками, я ему с девочками, то есть мы всех, я говорю, так, это мне не нравится, убедит, отпишись. Хорошо, у тебя кто-нибудь из твоих друзей, из твоей прошлой жизни остался сейчас? Да, остались, то есть моя подружка Даша, Гаухаруна с Асланом, то есть семейные, да, семейные. Семейные остались, да. А те, кто тусят, ну, понятно, что они уже чуть от нас отошли, потому что Айжа, нас куча, ну, понятно, что уже со мной неинтересно, потому что я больше семейная, мы выходим, мы не пьем, вот. Предложения, которые поступают к тебе, ну, в том числе, там, рекламные, ты обсуждаешь с Нурбеком? Да. То есть он теперь может говорить тебе, там, вот здесь ты рекламируешь, это нет? Ну, ну, больше, если там касается, то есть он не может сказать, нет, ты не будешь это снимать, но если там, понятно, что это откровенное, то есть я даже, ну, это не обсуждается, это даже не доходит до Нурбека, понятно, что я уже менеджеру говорю, ты знаешь, это, ну, нельзя. Там, если открытая одежда, понятно, там, такое, маты, вот это все. Ну, значит, твой новый, так сказать, лук и пижама, пижама. Пижама на Нурбеком. Накраситься можешь, ладно. То есть декольте нельзя? Да. Облегающий нельзя? Нет. Короткий нельзя? Нет. Тиран обьюзер. Как жить? Короче, вначале я такая думаю, вот я ему говорю, ты обьюзерка, хочу так одевать, а потом я поняла, что мне на самом деле это и комфортно больше в закрытой одежде, то есть и мне это комфортно, там, как бы мне комфортно. Понятно, что это не такое давление, ты там это. Я потом такая сижу и думаю, блин, действительно, может быть, лучше так и одеваться, и возраст плюс, уже мне не 18 лет ходить в топиках с открытым пупком, да, то есть не позволяет, даже возраст мы не говорим о том, что там про свободу. Если честно, и животик это уже не позволяет. Да, 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 уже нужно. Мы бы, конечно, одели бы сейчас. Оказывается, он намекал на это, айшан, живот торчит, не стыдно, оказывается, дело не в ревности. Такие вещи, да, ну, как бы, я уже к ним нормально отношусь. Я поняла, раньше еще ненавидела ревнивых мужчин, а потом я поняла, ну, типа, ревность это любовь. Ну, для меня так. Ну, ревность, мне кажется, это жадность. А что, мы должны делиться своей любовью? Я не жадная позиция с моим мужем. Нет, ну, имеется в виду, что ты не хочешь, чтобы человек, ну, на кого-то там посмотрел, да, с кем-то поговорил. Ну, то есть... Нет, кстати, вот я такой человек, если я вижу красивую девушку, я на рубежку говорю, смотри, какая красивая девушка. Типа, у меня нет такого, типа, фу, там, уродина от ревности, да. У меня именно ревность, что вот, типа, вот, я знаю, какой он классный, я не хочу, чтобы... Чтобы все узнали об этом. Да, короче, когда мы его инстаграм открыли, я вот, он уезжал на тренировку, я решила, говорю, все, давай, открою тебе инстаграм, говорю, уже все задолбали, все тебя в виде слили. И я так, как будто свой бриллиантик такая всем показываю. Вот такая вот ревность, что это, типа, мое, и вы не должны прикасаться к этому. А потом такая... И раз в неделю ты чистишь, наверное, да, проверяешь. Ну, я так... Ну, кстати, девочки, я читаю его сообщения. Ужас просто, я вообще в шоке. Я не ожидаю, да, они ему пишут, типа, привет, малыш, ты мне снился во сне. Думаю, вот, не стыдно, они же видят, что у него есть жена, типа. А потом я-то сама и знаю. Ты знаешь, они тебя не боятся, да? Да. Знают его характер. Вот именно. Бесстрашные девчонки. Я думаю, как не стыдно, ну, типа. А потом я вспомнила, что говорили по психологии, что женщинам нравится женатые мужчины, потому что это стабильность, это значит, что, ну, типа, он хороший и так далее. И чаще всего именно, если видят кольцо, это привлекает женщин. И такая, ладно. Ну, это вот такое... Что ты делаешь, блокируешь? Нет, я просто читаю гружу, что это такое? Ну, я не блокирую ничего. А у Нурбека есть доступ к твоему инстаграму? Со вчерашнего дня есть. Он такой обрадовался. Я говорю, типа, ну, ты можешь читать, типа, в инстаграм, ну, типа, что там, ничего такого. Почему только до вчерашнего дня? Я что-то не задумалась до этого, просто потому что есть такая вещь, но я ему потом объяснила, почему я не давала раньше, потому что если с двух телефонов заходят в один аккаунт, статистика падает. То есть я даже там менеджеру, который закидывает мою рекламу, я ей говорю, там, все, выходи, потому что может статистика упасть. Инстаграм, он за этим следит. И как бы для меня инстаграм это работа, это не место, где я с кем-то переписываюсь, там, еще что-то. Это работа, там даже интересного ничего нет. Вот. А я ему дала, он хотел почитать вопросы, которые ему были. И вот, я говорю, заходи смело. Супер, супер. У вас, короче, уровень доверия высочайший, да? Да, но, типа, не было такого, что Нурбек сказал, дай мне пароль, или я ему говорю. То есть телефон у нас открытый, захотела, почитала. Мы ничего друг от друга в этом плане не скрываем. Сейчас ты себя чувствуешь в безопасности? Потому что я помню, я как-то у тебя спросила, почему ты переклеила машину в черный цвет. У тебя был такой красивый цвет Тиффани, да, и когда ты проезжала по городу, но все знали, что Айжам Байзакова едет, да? И ты сказала, что это небезопасно. Сейчас ты себя чувствуешь в безопасности? Ну, вообще, как бы, я без Нурбека никуда не выхожу. Вот никуда не хожу. Я даже, типа, если в магазин, я даже в магазин, да, последний год, никуда не выходила одна. Типа только с ним. Я лучше останусь дома, но без него не выйду, потому что, ну, я как бы чувствую опасность без Нурбека. То есть если нет Нурбека, я чувствую, что есть опасность. А рядом с ним, то есть мне спокойно. Откуда появилось это чувство? Куча таких моментов было, что там кто-то за мной следил, бывает, могут написать, Айжа, на тебя увижу, там, в кислоту на тебя выли, убью. Я потом понимаю, что на самом-то деле, ну, встретится же, да, один такой человек, да, и зачем? Я еще просто любитель читать всякие криминальные новости, телеграм-каналы и так далее, и я каждый день, когда читаю, понимаю, что лучше этот, одной никуда не ходить. Конечно, вот все у нас выступают за то, что, типа, как так, почему мы, женщины, должны вообще бояться куда-то выходить, мы должны там выходить спокойно и так далее. Понятно, что за это будем бороться, чтобы нас не насиловали и так далее, но все равно, опять же, статистика показывает, что все равно лучше вот рядом, чтобы был мужчина, чтобы была безопасность и так далее. Раньше, до Нурбека, ты могла спокойно, там, не знаю, выехать куда-нибудь, там, на рынок за продуктами или, там, просто прогуляться где-нибудь? Ну, у меня периодами был личный охранник, ну, он полгода поработал, потом мне было некомфортно все равно, это мужчина, там, за бельем не сходишь, потому что, ну, как-то неудобно. А так, ну, прям все было настолько серьезно, что ты нанимала охрану, потому что переживала за свою безопасность. Да, потому что, ну, есть люди, которые, там, думают, возможно, думают, что у меня очень много денег, ну, хотя это, как бы, не так, да, и они, ну, чего угодно же может голову им прийти. У кого-то просто обозленность, есть просто больные люди, которые хотят, там, сделать больно, неприятно. Или, может быть, у твоих друзей были такие случаи, да, когда, там, не знаю, на кого-то нападали. Просто я, ну, как бы, вообще не слышу ни от своих, там, известных друзей, да, чтобы кто-то себя чувствовал, ну, в какой-то опасности, да. Ну, нет, вот у Маддинки, она сама недавно рассказывала в сторис. Мадлен. Мадлен, да. Просто Маддинка проще. Ну, вот, что на нее напали, просто, ну, то есть, ничего не украли, да, там, ударили, убежали, и все, и она, там. В дневное время? Нет, это вечером было, то есть, она выходила, по-моему, с рекламы. Хотя я, я тоже такой человек, а я до этого знала, я всегда всем говорила, ну, там, если девчонки-блогеры, я говорю, вообще не закидывайте в моменте, где вы находитесь. Лучше, там, часа два переждать и закинуть, потому что, ну, хватает таких больных. У меня там, ну, типа, там хороший парень был, но просто я подумала, какой странный, я вот в Стамбул летала раз пять, и я вроде не отмечаю отель, но этот мальчик, ему сначала было лет четыре, когда первый раз приехал, ему было четырнадцать лет, и он четыре часа сидел внизу на ресепшене, ждал. И, то есть, он такой, ну, не разговаривает, ничего, ну, там, подарочки, там, всякие сладости, но всегда... То есть, он всегда был там, где ты находишься? Да, то есть, он узнавал отель, хотя я не отмечала отель. Он приходил, там, типа, Жанна, да, я там заметила, что вы там, все. И, ну, то есть, молчит. Ну, понятно, что парень хороший, он там приехал с мамой, там, футболом, по футболу и так далее. Но я думаю, вот, повезло, что он хороший, а вдруг какой-нибудь больной появится, который, там, с другой целью будет приходить. Они-то легко найдут, и несложно найти. В общем, ты притянула себе мужчину, который, как раз-таки, можно сказать, из сферы органов безопасности. Ну, то есть, ты же не привлекла в свою жизнь, там, не знаю, какой-нибудь предпринимателя, да, там, или какой-нибудь, ну, не знаю, там, спортсмена, да? Человеку, который как раз-таки отвечает. Ну, кстати, да, вот из-за того, что у него профессия такая, иногда, вначале, я ему говорю, блин, у тебя загоны, он видит опасность везде. Но, с одной стороны, это тоже плюс, я от него это взяла, он там, все досконально, то есть, у нас камеры, там, все, там, куда идешь. И он сразу человеку, наверное, не доверяет, да? Да. То есть, начинает приглядываться, что там, недоверие к людям, это, ну, такое профессиональное, да, больше. И даже, вот, например, я уйду в уборную, там, мы сидим, да, я говорю, я в уборную, там, если меня там нету минуты, он уже идет в мою сторону. То есть, опять же, кто-то может подумать, это абьюз, он не дает тебе свободу, даже в туалете посидеть. Нет, он... Он переживает. Да, он объяснил, то есть, всякое может быть в туалете. Хотя, кстати, я всегда боялась ходить в уборную. Для меня, типа, раньше я всегда открывала дверь, с открытой дверью была в уборную, потому что у меня был страх, что я умру в уборной, и никто не сможет зайти туда. Вот. И, с одной стороны, встретила того человека, который не даст тебе остаться в уборной. Это так удивительно, да, потому что, ну, через Инстаграм ты всегда транслировала, ну, совершенно другой образ, да? Ты транслировала образ девушки, которая может подойти и тебе как вырезать, да? Тем более, ты там, у тебя же пояс, да, есть? Да, черный пояс. Черный пояс по карате или по тейк-мондо? Понятно, что, ну, как бы, я себя, понятно, что смогу защитить, но все равно физика мужчины и физика женщины, ну, как бы, среднестатистически мужчина, он может меня сломать, да, грубо говоря. Если, тем более, у него цель будет, там, изнасиловать или еще что-то. Ну, не поможет, даже я буду чемпионкой мира по боксу. Не поможет, нет. Но вот эта сила духа, которая в тебе есть, она, в тебе ее кто воспитал? У нас мама. У нас мама даже недавно сказала, говорит, Айжанна, я хотела сделать из себя солдата, чтобы ты в армии служила. Потому что она всегда, вот, даже я рассказывала историю, что, там, в первом классе, это прям первый класс, я помню, что был мальчик колесников Максим, который меня избивал, там, и я, ну, типа, как ребенок пожаловалась маме, он такая, ты что думаешь, я пойду за тебя заступаться? И записала меня на тейк-мондо. И это причина была, почему она меня записала на тейк-мондо. Она говорит, будешь сама себя защищать, не нужно мне жаловаться. Вот, и, то есть, не разрешала пропускать тренировки. Ну, у нее такой характер. И она, как бы, у всех у нас так воспитала, что мы должны быть самостоятельны, могли за себя заступиться. В одном из интервью ты говоришь о том, что в вашей семье происходили такие события, что то, что происходило, там, в твоем инстаграме, это вообще было не так страшно, да, как то, что происходило в семье. Я так понимаю, что это такой тяжелый период, когда твой папа оказался в тюрьме, да? Как эта ситуация сказалась на тебе тогда? Это вот, кстати, в 2017 году и было как раз, когда я вышла только с СИЗО, я только выхожу с СИЗО, и тут забирают папу. И в чем была проблема, что глава же семьи папа, понятно, что там все надеялись, но он зарабатывает, как бы все нормально, и тут его забирают, и роли не распределены. И я беру резко роль отца, то есть отца, который так, и мужа, своей матери, как мне потом объяснили, что лучше выходить с этой роли, потому что будет тяжело. И как бы вот взяв эту роль за всех ответственность, там, я в итоге, что братишку, да, чуть не погубила, потому что я пыталась его контролировать, а также с мужиками нельзя. Куда? Зачем? То есть давление на матах там, что в итоге он там с казино, да, не выходил, и куча у него были загонов. Мама пыталась там контролировать, всех дома. А потом, получается, когда папа вышел из тюрьмы, он-то свою роль потерял, как отца. Понятно, что главенствует дочь, а это же вообще, для мужчины это очень тяжело, когда он выходит, работы нет, финансов нет, оказывается, нужно дочку слушать. Все тут дочь услышают, значит, надо ее слушать. И он с этим тоже справиться не смог. То есть он не смог с нами жить, потому что ему было тяжело быть. А через сколько он вышел? Вообще он должен был сидеть пять лет, ему три года. Три года по УДО он вышел. Вот недавно, по-моему, у него закончилось УДО. Вот ему нельзя там после десяти выходить и так далее, ну, человек в возрасте. Вот, и как бы ему тоже было тяжело. В начале, когда он вышел, типа, я видела вот эти его эмоции и так далее, и я не смогла, вот мы же пристали, на полтора года не общались с ним, потому что я такая думаю, а что ты, типа, характер показываешь, дом есть. Я ему сама как бы целую комнату внизу, вот живи, ничего не делай, отдыхай просто. А он мне там, Айжана, бизнес мне надо, работать хочу. А я говорю, зачем работать? Вот тебе деньги. А потом я поняла, мужчины, они хотят просто работать, дай им работать, не давай им деньги. Ну, вот ты вынуждена стала на роль папы, затем, когда ты вернулась на свою роль, дочери, сестры. Еще не до конца я вышла из этой роли, я все равно остаюсь каким-то, наверное, отчасти мужем своей мамы, потому что сейчас мама живет с нами. Вот я не могу ее отпустить, я вот все равно как будто ее муж где-то. От Алихана я отстала, от Алихана я отстала, потому что, когда его закрывали, я его закрыла же принудительно в лечебницу, и там врач мне сказал, это вы тиран, абьюзер и так далее, отстаньте от своего братишки, и тогда он перестанет играть. Я от него отстала, но вот именно от мамы не могу отстать. Мне все говорят, да... Слушай, маме недавно сделали операцию пластическую, она такая красотка, давай ее просто выдадим замуж. Алихан это услышит, его трясти будет, вот пацаны почему-то в этом плане ревнивают. Не, ну вы тогда Алихан живете с мамой. Вот я ему и говорю, говорю, ты не даешь ей замуж выйти в то же время, у тебя нет дома, говорю. Но ты сама не против. Ну, я всегда маме говорю, почему нет. А пацаны у нас, даже Нурбек, ты что, гонишь? Она должна быть верна. Она должна быть бабушка, она должна следить за нашими детьми. Да, за нашими детьми, она должна быть несчастливая женщина. Ну, типа, мужиков так, они такие страшные, ревнивые. Не обоснованно, то есть непонятно. Алихан когда-то слышит, его трясти начинает. Мы над ним даже пранк сняли. Я, типа, маме говорю, вы выходите, я вас сфоткаю, я Алихану скину, что вы ушли куда-то на свидание. Алихан, он звонил и матерился в телефон. Я сейчас убью, где, куда? Вы что, с ума сошли, куда? То есть... Эгоист. Эгоизм, да. Ну, это такая мужская ревность непонятная. У вас есть старшая сестра, и я об этом узнала, вот как раз в поездке, да? Мы, по-моему, никто ее никогда не видел, да? Нет. Почему? Ну, она больше семейный человек, она не социальный человек. Она старше на сколько? На 6 лет. Это моей мамы дочка, получается, от первого брака. То есть она вышла замуж? Замуж еще. Семейная жизнь, да. Обычная, у нее стандартная казахстанская семейная жизнь, да? Ну, то, что она сама по себе, у нее характер другой, она очень спокойная, нежная, и как бы она не любит всего. Ну, ты к ней, как к сестре, обращаешься за советом? Вообще, это единственный человек, которого я, по сути, боюсь, кого мнение боюсь. Потому что она с детства, она больше занималась, типа, моим воспитанием. Понятно, что там, ну, мама там есть, но все равно всегда сестра была рядом. Я всегда боялась сестру. И даже когда я инстаграм завела, она, она так мне высказала, вот позор, ты что, ужас, что там происходит, мне стыдно. Я же не это из тебя хотела сделать, потому что она всегда там за моей учебой следила. Хотела из меня сделать гения, там. Ну, так получилось. И она где-то год, наверное, тоже не могла со мной общаться из этого. Сейчас нормально. Меня еще всегда удивляют ваши очень близкие отношения с Алиханом. Такое ощущение, что вы как будто бы по годке, да? Сколько между вами разница? Пять лет. Пять лет ее незаметно. То есть вы такие прям брат с сестрой. Это вот у вас мама так воспитывала? У нас вообще, типа, есть самое главное, это мамина мама, это бабушка. У меня еще двоюродные братья и сестры. И она у нас всех с детства так, что вот, вот, свою старшую сестру я называю Апке. И с ней разговариваем мы все на «вы». Я даже ее имя забываю, как ее зовут. И она у нас всех так воспитала, что вы вместе должны быть, вы одно целое. Мы все, ну, уйдем на тот свет, и вы должны друг другу помогать. И вот именно бабушка нам внушила. Все, вот, друг за друга, горой. И как бы, может быть, поэтому. А с Алиханом у нас такие, ну, дружеские отношения, он доверяет мне все. Иногда бывает, он его заносит, он может такие темы рассказывать, что мне самой, типа, неудобно. Но он тебя балует? Ну да, бывает. Он зарабатывает деньги на той же, благодаря блогерству или благодаря чему? Да, благодаря Инстаграму. Хотя вначале он ему тоже не нравилось, когда я блогершей стала. Он такой, что за вообще кошмар. А потом, когда увидел, такой, ну, может зарабатывать до этого. А у меня, когда я из СИЗО выходила, мне Инстаграм удалили старый. Кто, полицейские? Я не знаю, кто. Но это было странно, я заходила в суд, вышла, а уже Инстаграма нет. Вообще, просто его удалили безвозвратно. Но потом, через два года я его восстановила за деньги. Мне его вернули. И я ему ему подарила. Я говорю, на, делай, что хочешь. И то есть все, он начал заниматься, там, реклама, не реклама, и зарабатывать на этом. Еще я однажды узнала, что он встречался с Мадлен. Да. Я так удивилась, потому что, ну, Мадлен такая красотка, да, там. А он такой страшный. Нет, не то, что страшный. Он симпатичный, но он же молодой. Ну, да. Не, он просто, он еще не выглядит на свой возраст. Многие говорят, что он очень старый. Ну, типа, он у нас очень шустрый. Вот, и у него есть такой плюс, которого у меня нет. Он в любой компании, ну, будет, как душа компании, да. Он может среди, там, аристократов сидеть, красиво вино попивать. Может, там, среди бомжей найти лучшего друга. То есть он такой. Коммуникабельный. Ну, очень. Вот, как бы, и его возраст никто не чухает. Он может со взрослыми людьми сидеть, общаться. И как-то, видимо, Мадина не заметила, ну, что он... И влюбилась. Да. Наша невета не стала бойзакой. И еще не стала вашей килинкой. Ну, да, но не стала. Но ты хотела бы? Ну, как бы, как подруга, она супер. Ну, типа, вот вообще она классный человек. Ну, просто я в их отношениях так была. Я думаю, они как итальянская семья. Каждый день разборки, крики и так далее. Я говорю, Алихан, я все понимаю, но я не хочу. Я же за маму очень сильно переживаю. Я все, я приму что угодно, говорю, но я не хочу, чтобы вы ругались дома при моей маме. Все. Говорю, если вы поженитесь, живите тогда отдельно от мамы. Чтобы моя мама не слышала этого. Я пытаюсь ее уберечь от такого. Ты, кстати, фамилию поменяла? Не говорить это или нет? Ну, да, поменяла. Я без конца, наверное, поворачиваюсь. Да, поменяла. Это было твое решение? Нет, не заставили. Нет, я вообще не хочу. Типа, я обожаю свою фамилию, но я прочитала. Вначале, когда Нурбек мне сказал, ты по-любому возьмешь мою фамилию. Я такая, в смысле? Нет? У меня фамилия моя столько денег приносит. Прикалыши, что ли? Нет. Потом я прочитала, что есть такое, что когда жена берет фамилию мужа, то они уже реально как семья, потому что они чувствуют... Род принимает, потому что... Да, ты уже, вы как одна команда работаете. Слушай, я теперь поняла, что поменялось в твоей жизни. Вот это реально работает. Я недавно писала пост, у меня сноха тоже, у них долгое время, они не могли родить ребенка, и она, когда взяла фамилию нашу, Саджан, она забеременела буквально через неделю или две недели. И она говорит, я поняла, что ей кто-то сказал, что когда ты берешь фамилию мужа, род тебя принимает и меняется полностью жизнь. Теперь до меня дошло, что поменялось в жизни твоей. То есть ты поменяла фамилию, ты поменяла вообще вектор своей жизни. Ну, видимо, да. Я потому что ходила к нумерологам, мне тоже говорили, если что-то не так в своей жизни, меняешь фамилию или имя. Ты увидела эти изменения? Тебе не кажется, что какие-то вот были в твоей жизни роковые вещи, да, вот они как-то связаны, может быть, были с твоим родом, ты не изучал это? Нет, я не думала об этом. Ну, вообще, он как бы умеет. Ну, даже вот эта ситуация, 17-й год, ты говоришь, ты выходишь в СИЗО, и тут забирают папу. Я просто много общаюсь с психологами, и они всегда говорят, что какие-то такие вещи, это неотработанные вещи предков. А, ну да, возможно. В общем, ты поменяла фамилию с удовольствием. Все документы поменяла. Мне папа расстроен был. Да? И было штрясло, потому что все Байзаковы любят свою фамилию, вот все. Даже кто, ну, развелся, жены уходят, а никто не меняет свою фамилию, потому что, ну, Байзакова, это так красиво. Ну, типа, красивая фамилия. И все такие, и даже моя мама, она не понимает, типа, она хоть и с папой уже развелись, она такая, как у тебя там, ты че? А, на Каспии, я говорю, мам, можете там, типа, мне сейчас переслать на Каспию? И она говорит, а че там, говорит, выходит какая-то другая? Не могу. То есть, видно, что она вот, типа, вот, Айжана, как ты могла тебе предать нашу фамилию? Но при этом Рубека любит, боготворит. Да, любит, но именно, даже моя мама Байзакова, то есть, все Байзаковы, они остаются Байзаковыми, и я единственная, кто взяла и, типа, поменяла фамилию. Мне кажется, что ты для своего рода, для своей семьи много чего уже сделала. Типа, нужно отстать от них? Ну, нужно, ты уже отработала. Теперь нужно на них работать. Теперь нужно работать на другую фамилию. Что касается работы, ты знаешь, что сейчас депутаты разрабатывают законопроект, там вот прям будет конкретно указано статус блогера, они хотят следить за доходами, за расходами, да, и самое главное, это, конечно, вести ответственность за то, что человек транслирует. Что ты думаешь по этому поводу? Нет, сейчас они прям активно за это взялись. Ну, у меня, это уже с 2019 года, то есть, я знаю, что за моими доходами следят. И налоговая, то есть, с того момента я открыла ИИП. То есть, понятно, что до этого ни у кого не было его. А потом, когда уже налоговая... То есть, тебя приглашали в налоговую? Да, то есть, они мне сначала, то есть, они как пригласили, они просто мне отправили письмо, где такие, типа, вот сумма, взятая с небес, я аж офигела, говорю, и моя мама такая, где эти деньги? Ты их где-то прячешь, я говорю, я не знаю, и все... А какая сумма была указана? Там, типа, неуплата 680 миллионов тенге, что я не уплатила столько. Там за полгода. 680 миллионов тенге? Да, то есть... Это почти миллиард? Да, то есть, это какой-то процент от суммы, которая еще больше. И понимаете, что вся моя семья во мне засомневалась, они подумали, что я что-то от них скрываюсь, и такие, типа... Я говорю, блин, капец, что делать? Я говорю, а может, где-то они? Что, когда-то сваливать надо, или что, тебя ждут? Давай, Айжана, признайся, где-то в подвале или что? И я такая злая, я поехала в налоговую, при том выезжаю на Майбахе, такая вся разодетая, и мне менеджер говорит, Айжана, может, ты на такси поедешь, и ты сейчас будешь им доказывать, что у тебя нет денег на Майбахе? Я говорю, ну, если открыть, посмотреть, сколько стоит Майбаха, он не такой дорогой, это просто звучит дорого и красиво. Я в итоге поехала туда, и женщина, я говорю, а как вы высчитали вообще, откуда вы взяли сумму? Она говорит, мы написали вашему менеджеру, она сказала, что ваша реклама начинается от 1000 долларов, там, 1000 долларов, 2000, 3000 долларов, мы это умножили на каждый день на 30. Ну, то есть, в месяц у вас там почти там 50-60 тысяч долларов, я говорю, вы серьезно, вы думаете, у меня рекламу каждый день покупают? Я говорю, а у меня, а у Занамай, да, пусть так будет, говорю, но это не так. Мы с ней там поспорили, поспорили, я говорю, вам нужно это менять, он говорит, нет, то есть на принцип встали, но в итоге поняли, что... В итоге ты сколько заплатила? Нисколько. То есть, ты просто смогла объяснить? Да. Но после этого ты открыла сразу ИП? Да, но я сразу открыла ИП, чтобы уже, ну, действительно, они видели, что, ну, не такие деньги мы зарабатываем. Сейчас твою вот эту административную работу кто ведет? То есть, ты в каком-то агентстве находишься? Нет, у меня, как бы, свой менеджер Айгерим, она, как бы, за все отвечает, она и ведет там... Бухгалтерские вот эти все, я в этом не разговариваю. Счета фактуры, договора, то есть, она полностью отвечает, да? И она принимает решение, берем рекламу или нет? Нет. Ну, сначала, конечно, понятно, что через нее проходит фильтр, что там чего-то можно, чего-то нельзя. А потом уже у меня спрашивают, Альжана, ты хочешь потом у тебя есть настроение это снимать или нету? Вот так. Мне, знаешь, твоя история напоминает любой голливудский фильм, берешь. Он всегда начинается так тяжело, запутанно, сложно, но всегда есть хэппи-энд. Ну, да. Ну, мне кажется, что это все-таки твои мечты, стремления, цели. Ты к этому стремилась? Создать семью? Ну, вообще, вот как-то вот, наверное, может быть, чтобы все было хорошо. Ну, я так, когда посмотрела свой дневничок именно с детства, возможно, я забыла про эти желания. У меня было желание, чтобы была семья, чтобы муж, чтобы все было стабильно, хорошо, да, там. И это исполнилось. Ну, то есть, ну, у меня такого не было, типа, каждый день сидеть, сделать все, что угодно, лишь бы замуж выйти. Там, стараться понравиться мужчине или бегать искать мужа, такого, типа, не было. Как-то притянулось так. Там многие в комментариях пишут, если Байзакова вышла замуж, значит, нам нечего терять, ну, типа, все, все возможно, да, в этой жизни. Ну, видимо, я так заслужила. Мне кажется, что ты просто очень открытый и где-то наивный человек. И поэтому ты попадала во всякие передряги судьбы. Возможно, да. Вот нет в тебе вот этой хитрости. Вот есть такой, Нурбек меня всегда ругает, ты всем доверяешь. Я вот во всех людях даже, у меня есть такое, мне нравятся плохие персонажи, потому что я в плохих персонажах пытаюсь найти что-то хорошее. В любом человеке, говорю, блин. Потому что ты знаешь, что это просто какая-то защита. Да, что я всегда там, кто-то там даже обосрется, я говорю, ну, с одной стороны, человек хороший. Там мне кто-то там плохо сделал, говорю, ну, когда-то он мне сделал хорошо, ладно, за это там скучаю, люблю. Вот, и как бы вот такой я человек. И даже какие-то ситуации плохие случаются. Я такая, да ладно, зато весело, зато классно. Откуда этот позитив? Он врожденный? Скорее всего, да. Потому что у нас дома не все такие. Типа у меня мама, ну, типа ее, мою маму или там Алихана, да, могут снести какие-то мелкие проблемы. Меня, наоборот, у меня тоже глаза горят. Даже Алихана говорит, Алихана, заткнись. Я говорю, что-то все слишком стабильно, когда-нибудь что-то случится. И тут на следующий день что-то случается. Он говорит, Алихана. Вот, и я, ну, как бы, такой. А были предательства со стороны подруг, например? Ну, таких прям... Ну, я не знаю, пользовались, например, ну, я не знаю, твоей известностью, да, опять-таки твоей наивностью, да? Ну, я не скажу, что пользовались бы так, что я бы от этого страдала, и я не могу сказать, что какие-то они плохие. Может быть, ну, как бы... Ну, не тяжело было тебе дружить, будучи Айжан Байзаковой, потому что у тебя появлялись в твоей жизни новые друзья, да? Когда ты уже была известным человеком? Я знаю, что, ну, это абсолютно нормально, что сейчас многие со мной пытаются познакомить, что, о, Байзакова, так, что-то перепадет мне, стану известной. Я понимаю это, но потом, когда мы начинаем общаться, они понимают, что можно получить что-то больше, чем то, что ты просто подруга Байзаковой, да, там, и потом люди переключаются. То есть, даже, вот, к примеру, с Гаухар, да, как мы познакомились, то есть я амбассадор ее салона. Я, кстати, я сама ее нашла. И... И сама предложила быть амбассадором? Нет, я не предложила, я просто такая, Гаухар, ты классная! Она такая в шоке, говорю, ты Байзакова знаешь меня, типа, у тебя два, там, миллиона подписчиков. Я говорю, да, ну, типа, я считаю тебя классной. И, то есть, вначале у нас, конечно, были такие отношения, типа, ты мне реклама, ну, вот так. А потом, вот, мы поехали с ней в Грузию, она увидела меня настоящую, да, я увидела ее настоящую. То есть, понятно, что уже у нас дружба на уровне не на том, что ты мне, я тебе должна что-то, да, на таком. Ну, а что уже, ну, друзья, все. И среди близких друзей только Гаухар и еще кто? Гаухар? Даша, Даша моя, это вообще она до моего инстаграма, она пережила все. То есть, она, мы с ней познакомились, когда я была в Чукотке, это вот Чукотка, раньше известный клуб был, я в туалете, была очень сильно пьяна, я еще была одна, мне было очень плохо, я там валялась. И она такая стучится, девушка, все нормально. Я говорю, мне плохо, она говорит, давай я тебя отвезу домой. И, то есть, а я, я ее про нее знала, она была известная тусовщицей. Я такая, Даша? И она, как бы, все с того момента началась наша дружба. Вот, и она пока единственный, то есть, друг, который еще с тех времен, который знал об Айзакову не как блогера. Я знаю, что Нурбек сейчас ушел, да, со своей работы. Ты занимаешься своим блогом, да, то есть, благодаря Инстаграму, зарабатываешь. Какие у вас планы на будущее? Собираетесь ли вы открывать, как-то монетизировать, не знаю, там, ваш бренд, да, уже семейный, уже под другим, уже под другой фамилией, да? Какие у вас планы на будущее? Или же все-таки Нурбек будет возвращаться в органы и делать такую карьеру? Нет, возвращаться в органы, надеюсь, не будет. Как бы он ушел по своему желанию, да, потому что там многие начали писать всякий бред. Ну, то есть, он очень умный, то есть, в нем очень много чего, он может дофига чего добиться, да? Я говорю, а вот все равно комитет, он немножко держит, как-то на одном месте. Я говорю, ты подумай, как бы, чтобы я потом не была виновата, хочешь, выходи, там, нет, нет. И он сам тоже пришел к тому, что он на многое способен. Нурбек сейчас выбрал бизнес? Да. Вы будете что-то совместное открывать? Нет, я даже не лезу в его дела, вообще не лезу, я даже не знаю, что он делает. Я это сказала в самом начале. Я вот сказала, вот делай, что хочешь, все, я туда лезть не буду, знать не хочу, все. Ты хочешь быть просто женой? Да, на кухне. Я ему сказала, вот если я, дай лах, там, забеременнюю, например, Солана, у меня беременность была очень тяжелая. Ну, в плане не то, что тяжелая, там, физически, а то, что, как бы, понятно. Морально. Да, мужчина рядом, на него надеяться не стоит, только на себя. А я сказала, вот эту вторую беременность, я хочу лежать. Девять месяцев хочу лежать, ничего не делать, поэтому, говорю, у тебя есть время, быстрее этот. Я говорю, а ты знаешь мои запросы. То есть, я на меньшее не согласна, сколько я зарабатываю, и понятно, что столько же денег мне просто надо за то, что я лежу. Вот эти запросы, которые у тебя были, да, и есть, Maybach, там, Геленваген, Rolex, то есть, вот эти запросы, они откуда? А у меня характер такой, мне нужно сразу забрать все лучшее, что машину, что мужа. Сразу вот так, я свое не упускаю никогда. И, то есть, если машина, я всегда думаю, если машина, она должна быть самая классная. И вот даже, когда я Гелен взяла, там, пацаны многие говорили, а что она достала вообще, типа, это же, ну, мечта мужиков, типа, что она лезет туда? А хотя я Гелен не хотела, это тоже мой такой принцип, взять что-то, чтобы позлить других. Вот, и у меня вот такие, как бы, это не то, что, я вообще, по сути, не меркантильная. То есть, я могу и без денег жить, но и в то же время не хочется обратно возвращаться в безденежье, но, как бы, я, Нурбек, сказала, тебе жена какая досталась. Ну, типа, по сути, да, сразу совсем. С хорошим приданным, которое ты сама заработала. Которое сама, да, и, как бы, это такое, это уважение к себе. То есть, это, по сути, не то, что, там, мои хотелки, я не хожу в Манклифах, там, у меня нет бриллиантов, хотя мама всегда говорила, надо это все брать. Это уважение самой к себе, что я это все добилась, я это все взяла, и я хочу, чтобы мой муж, как бы, это ценил и давал мне все то же самое. Не так, что, типа, а, ну, ты же все себе купила, наверное, расслабься теперь. Вот, поэтому я ему сказала, там, минимум. Но еще это говорит о том, что ты трудоголик? Кстати, нет. Нет? Нет? Ну, как-то ты заработала на все это? Я, мне кажется, могла бы заработать больше, если была бы трудоголиком. Это больше такое, я же говорю, мое забрать все сейчас, вот прям сейчас, но потом лежать месяц отдыхать. Когда у тебя контракт, то есть ты отрабатываешь его? А, ну, это да. Это да. Ну, типа, чувство ответственности у меня есть. Я это заметила, кстати, вот именно опять в поездке в Шотландии, до того, как мы, да, когда у нас были рекламные контракты с Chivas Brothers, я видела, что ты не пропускала ни одного ужина, да, то есть там на съемки ты приходила вовремя. Помнишь, когда вот где-то в студии, да, мы снимались, то есть ты от, так сказать, от звонка до звонка все отработала, спокойненько уехала, да. То есть я просто, для меня это все тест, да, то есть если человек в деле профессионал, значит он красавчик. Ну, у меня потому что есть такое, я распределяю, я знаю, когда я готова, когда нет. Если я не готова, я сразу на берегу говорю, ребят, ну, типа, я не готова браться за эту съемку, потому что, ну, я приеду не в настроении. А если я уже согласилась, то я приеду, я сделаю, все круто. Отработаешь до конца? Да, если я сказала да, то я сделаю это. А были такие случаи, когда тебе приходилось возвращать деньги или там, я не знаю, какие-нибудь судебные дела? Нет, нет. То есть ты все отрабатывала? Да, всегда. То есть я говорю, если я за что-то берусь, то я берусь. Я хоть у меня умирать буду, я это сделаю, но если я чувствую, что нет, то нет, все. Что ты сейчас не будешь рекламировать? Опять же, ставки, гадания, да, то есть до этого, понятно, были с этим ошибки, но пришла к тому, что все. Но табачное нет. Так же продолжаю рекламировать. Алкоголь, табачка. Я смотрела подкаст, где вот как раз вы с блогерами, с вайнерами обсуждали как раз именно ставки. И вот тогда я услышала, по-моему, Жека говорил о том, что там какие-то нереальные суммы предлагают. То есть там условно твой прайс умножается на пять и реально такие деньги готовы были платить, да? Да, потому что на самом деле все деньги где? Все деньги в казино, все, что плохое, там огромные деньги. Потому что играют на слабых местах людей, да, что люди любят пойти. На уязвимых, да, каких-то местах? На уязвимых, да, местах. То есть все большие деньги это там. Но вот когда ты рекламировала ставки, ты не могла отказаться. Почему? Потому что это был большой соблазн? Или вот просто нужно было в тот момент именно закрыть какие-то потребности? Вообще это я не рекламировала ставки, это был мой проект. Это именно был мой проект. Это вместе с... Он сколько жил? Он жил где-то шесть лет. Не было ничего плохого. Ну здесь не то, что ничего плохого. Мы не ставки, а у нас именно прогнозы были. У нас прямо сидел человек, который разбирался во всем этом. Все нормально, все было прекрасно. Пока в один просто... Я не видела никаких минусов, честно. Пока в один прекрасный момент там девушка мне написала, типа, вот я на ваших ставках поставила там последние свои деньги, мне даже на хлеб нету, не осталось. Я такая, что серьезно такое бывает? Потому что в моей голове я сама там, если иду в казино, я знаю, так, у меня есть 100 баксов, которые, ну как бы... Не жалко. Не мои последние деньги. Ну прикольно, посидела, поиграла и ушла, да? Все. То есть это не мои последние... И я тоже думала, что как бы у наших тоже есть какой-то культура, опять же, как говорят, культура там пить или культура играть. Я думаю, у наших тоже есть. А оказывается, потом до меня дошло, что как раз такого нет. Да, потому что у нас у людей цель другая, да? Когда они идут там в казино или там делают ставки, то есть у них цель другая. Может быть, как раз-таки там одна из целей закрыть какой-нибудь кредит свой. Да, а я, как раз, об этом даже не думала. Я думала, ну типа, я даже своим менеджерам, кстати, говорила, узнавайте, последние деньги-то или нет, типа, не в кредит ли они играют. Ну типа, у нас было больше такой интерес. Типа, это же интересно все равно продолжать. Даже если сейчас не рекламируют, все продолжают ходить. Ну, каждый пацан по-любому хоть раз в жизни ставил ставку. Даже хотя знаю, там, в казино едут, зная, что ничего не выиграют, да? А потом я когда узнала, я сказала, все, ребят, сворачиваем, закрываем. Потому что, оказывается... А когда ты столкнулась с проблемой у брата, смогли вылечить игроманию? Не знаю. Я просто, я к нему отстала, и все. Я когда узнала, я, короче, тоже, это как раз мы закрыли уже, и тут я узнаю, что он еще и мой братишка, оказывается, там, машину проиграл, огромные суммы. Я в шоке. Я говорю, вы все нормальные. Но там вроде его пытались лечить, он должен был месяц лежать, но через неделю мне позвонил психолог и сказал, психиатр или кто он сказал, забирайте его отсюда. Потому что у меня Алихану очень длинный язык, он там довел всех, и там даже психиатра его трясло. Заберите своего братишку отсюда, пожалуйста. Мне пришлось его забрать, то есть он лечения до конца не прошел, по сути. Ну, вот ты сейчас воспитываешь сына. И у меня тоже есть сын, да. И, естественно, как мама, ну, ты задумываешься о том, как уберечь ребенка от, скажем, этих соблазнов, да. Там ставки, казино, алкоголь, наркотики, да. Ну, ладно, там про сигареты я уже ничего не говорю, да. То есть мы понимаем, что происходит сейчас, допустим, в Алма-Ате. И мефедрон, это просто, ну, я считаю, что это бич, да. И вот недавно мой друг Михаил Казачков писал о том, что он же был в СИЗО. Он говорит, что там в основном молодежь, в основном это закладчики. Вот ты как человек, который, скажем, проходил сложные этапы, да, в своей жизни. Какой ты совет дала бы, чтобы уберечь детей от всего этого? Блин, вот мы с Нарбеком часто это обсуждаем, потому что, ну, действительно, это очень страшно. Это одна из основных проблем, да. Сейчас немного девчонок пишут у меня, и Жанна там, все, я теряю себя, да, хочу умереть. Мне нечего сказать, честно. Потому что, на самом деле, нам всем в детстве показывали страшные кадры, что происходит с человеком-наркоманом, да. Ну, что-то никого это не пугает. Картинки на сигаретах нас не останавливают, да. И ты не знаешь, как бы, с одной стороны, нам говорят, нужно быть другом со своим ребенком, нужно за этим следить, ну, тоже не устыдишь. Я, честно, я не знаю. Как? А что тебе пишут? Ну, то есть, девочки пишут, ай, Жанна, как мне справиться, что мне делать? То есть, я подсела жестко. А в основном же женщины подсаживаются, потому что мы эмоционально слабые более. И, то есть, нам нужно вот это вот... Говорят же, самый худший алкоголизм, это женский алкоголизм. И то же самое с наркотиками. То есть, они на мефедроне? Да, мефедрон. Сейчас очень много разных наркотиков, грибы. Сколько им лет, которые пишут? Ну, молодые, молодые, 15-16 лет. То есть, эти девочки еще готовы там на что угодно, чтобы получить эту дозу, да? Честно, вообще, я не знаю. Я не знаю. Может, какие-то законы нужно, чтобы, не знаю, показательно одного наркомана, не знаю, хорошенько наказать так, что остальные, может, бояться будут. Я не знаю, что с этим делать. Вот сериал снимали, Щекер, да? Ну, мне кажется, этот сериал, наоборот, как будто бы романтизирует это все. Ну, возможно, да. Ну, блин, этого не избежать. Вот даже, бывает же такой фильм, смотришь, вот «Острые козырьки» смотрела, и там, когда актеры начинают курить, и ты такая, ищешь свои сигареты. Ну, это пропаганда, да, называется? По сути, они тебя не заставляют, они вначале пишут там, типа... Ну, просто это очень аппетитно выглядит. Да, и ты смотришь, такая, тоже курить хочется, там, показывать, типа, крутого наркомана, или там, типа, скриптонит по чем-то, и ты думаешь, да, я тоже круто буду так выглядеть. И это вот, опять же... Романтизирует. Да, романтизирует. Я не знаю, честно. Может быть, разговоры? Ты вот не думала о том, чего тебе не хватило в твоей жизни, что в какой-то момент ты так немножечко попробовала все это? Ну, если так сравнивать всех людей, у всех разные истории, и поэтому, я говорю, я не знаю, какой, может быть, точный совет, чтобы... Но я могу тебе сказать, что на сегодняшний день практически в каждой казахстанской семье есть эта проблема. Ну, да, очень много, очень много. Там нельзя сказать, что там, этот ребенок был избалован, или там, у этого ребенка тяжело жить. То есть это не обязательно нужда? Да, у всех по-разному, у всех разные ситуации. Это не обязательно, что там неполная семья? То есть это разные ситуации? Да, просто один раз... Родители тебя строго воспитывали? Очень строго. Очень сильно строго. То есть, я говорю, моя мама не давала мне времени посидеть, погулять во дворе. То есть она понимала, у нас во дворе там наркоманы, да, колются. А где это? Какой двор? В орбите мы жили, в третьей орбите. Я на маму обижалась. Типа, у меня друзья в кино ходят, а я на тренировках, как дебилка, да. Она меня от всего этого уберегала, но в то же время, типа, я попробовала сигареты, я попробовала алкоголь, и это не уберегло. Есть люди, которые, типа, пытаются быть друзьями со своими детьми, дети все равно употребляют. Я не знаю, что нужно делать, это страшная тема. Просто многие, видимо... Самое страшное попробовать в первый раз. Говорят же, это точка невозврата. Потому что, когда ты попробовал в первый раз, то все. Тяжело этим людям выйти, очень тяжело. И главное не сделать это в первый раз. Возможно, так. Потому что все, дальше ты уже не человек. По сути, можно найти кучу чего, от чего можно быть счастливым. Наркотики это такое. Кто-то от безделия попробует, кто-то от того, что это круто, кто-то от того, что действительно человеку тяжело. Ты бы хотела заниматься общественной деятельностью? Честно, нет. Очень тяжело с людьми работать. Когда пытаешься что-то... Раньше я всегда пыталась там, типа, длинный пост о наркотиках. И тут начинается докопаться. А, ты там, что, хочешь, бьют женщин. Пишешь, там начинается что-то. Ладно, все, короче. Смотрите красивую картинку, и я ничего говорить не буду. Поэтому нет. Ну, нельзя так сдаваться. Ну, где-то могу там намекать, вот так не делать. Но прям активно. Не своего ребенка воспитать надо. Тут целый народ воспитывает. Вот, кстати, это правильное решение, да? Всегда нужно начинать с себя, со своей семьи, со своего подъезда, со своего двора, а потом уже идти спасать мир. И последний вопрос. Я знаю, что заметила в поездке. Я внимательно за вами наблюдала. Что ты ноги не брешься? Нет, я заметила, что вы такие снимаете контент с Нурбеком, и потом ты говоришь Нурбеку, что-то как-то скучно, давай какой-нибудь экстрим там. То есть вы все-таки продумываете контент, чтобы было интересно. Вы стараетесь. Санжар Манди, конечно, тоже с Моли не отставали от вас, да? И ваш штатив все время использовали. Но любой пост там 56 и выше тысяч лайков. То есть это все-таки какая-то стратегия? Интуиция больше. У меня нет какой-то стратегии там. Это больше интуиция. Я знаю, что людям всегда нужно что-то интересное там. Даже, ну, вот у меня мама любит луну снимать. У нее 10 сториз, луна, красивая луна. Я говорю, мам, все люди выходят и видят эту луну. Поэтому, говорю, у вас статистика падает. Вы должны снимать то, что люди не видят. То есть то, что человеку недоступно, то ему и интересно. Но, по сути, ты бы могла сделать каждый день контент. Ты этого не делаешь. Я говорю, я всегда переживаю о своем ментальном здоровье, о своем настроении. Я знаю, что если у меня нет настроения, я не буду заставлять себя снимать. Но сторизы every day? Нет. Но вчера вот я читала, у вас этот был вопрос-ответ. Да. Это была твоя идея? Да. Я говорю, по настроению. Есть настроение? Я снимаю. Нет, не снимаю. А с кем из крупных рекламодателей тебе за все это время удалось поработать? Ну вот один из них – это Чивос. Такое ощущение, как будто наше интервью спортировало Чивос Бразерс. Спасибо Чивосу. Спасибо Чивосу за то, что просто нас взяли в поездку в Шотландию. Это мой правильный выбор. Да, классно было. Спасибо большое тебе за откровенное интервью. Я думаю, что многие сейчас увидели новую Айжан. Не буду назвать фамилию, а то сейчас начнут все гуглить. И приятно видеть, наблюдать за твоей эволюцией, потому что я думаю, что впереди у тебя будет много интересных проектов. Вот о чем ты сейчас мечтаешь? Не знаю, сейчас у меня такое, ну, чтобы все было хорошо в семье, чтобы все были здоровы, живы. Такого, ну, как бы все такие мечты, которые были с детства, я их всех исполнила. А теперь главное, чтобы все это держалось на плаву. Сохранить. Да, сохранить это, чтобы все было стабильно, хорошо, много детей. Я на свадьбе пообещала папе Нурбека, что у нас будет шесть детей. Придется. Уже пора начинать. Нам нужно ехать. Да, и еще одна просьба. Когда Нурбек созреет для интервью, можно, и это буду я. Хорошо. Договорились? Спасибо большое.